Актюбинск В добрый путь и в добрый час Мы всегда вам рады Делайте у нас заказ для любого взгляда Добрый вечер Добрый вечер В эфире итоговая программа «Факт» с новостями к этому часу Осель Кенжалина Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел совещание по вопросам реформы правоохранительной системы республики сообщила пресс-служба главы государства Сегодня мы рассматриваем вопрос по совершенствованию базовых направлений модернизации системы уголовного преследования, в том числе повышение уровня защиты граждан в уголовном процессе, упрощение процедур расследования, состязательность уголовного процесса, дальнейшее расширение судебного контроля на досудебной стадии, исключение дублирования и четкое распределение полномочий между органами уголовного преследования прокуратурой и судом отметил президент В завершении глава государства дал ряд конкретных поручений Казахстанцев нет среди пострадавших и погибших в результате сильного землетрясения в Китае, сообщил руководитель пресс-службы МИД республики Ануар Жайнаков Между тем в Алматы, Талдыкургане и Жаркенте подземные толчки ощущались силой 4 балла Повреждений и разрушений не выявлено, данных о пострадавших нет. Также землетрясение ощущалось в Караганде и Усть-Каменогорске силой 2 балла Сведения о пострадавших не поступало Запуск казахстанского космического спутника для прогнозирования землетрясений запланирован на начало 2018 года, сообщили в Министерстве обороны и аэрокосмической промышленности республики. Уточняется, что к запуску готовится система научно-технологического назначения которая включает в себя наноспутник и микроспутник В ноябре 2015 года сообщалось, что Национальным космическим агентством Каскосмос совместно с британской компанией ССТЛ разработана космическая система, которая позволит прогнозировать землетрясения Ранее отмечалось, что запуск системы планируется в начале 2017 года Китай рассчитывает на наращивание сотрудничества с Казахстаном в ядерной энергетике, сообщает Кастак Китай стремится к тому, чтобы его сотрудничество с Казахстаном охватило всю производственную цепочку ядерной энергетики. От добычи урана до использования в Казахстане технологий реактора китайской разработки Хуалун-1, говорится в сообщении, опубликованном изданием Silk Road News. По информации издания, Китай сделал много для продвижения использования технологии Хуалун-1 в Казахстане, который готовится к реализации проекта строительства первой в стране атомной электростанции. Спецпосланник президента, заместитель министра иностранных дел Казахстана Акалбек Камалдинов в ходе визитов Королевства Бахрейн обсудил с министром иностранных дел Королевства шейхом Халедом бен Ахмадом Аль-Халифой вопросы двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Республики. На встрече стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также актуальные проблемы международной и региональной политики. Достигнута договоренность о создании в ближайшее время Казахстанско-Бахрейнской межправительственной комиссии, проведении межмидовских консультаций, подписании основополагающих двусторонних документов, организации визита бахрейнской бизнес-делегации в Казахстан, говорится в сообщении ведомства. Информации о завозе в Казахстан из Турции вируса Коксаки нет, сообщила вице-министра здравоохранения Республики Лязат Актаева. По ее словам, Комитет охраны общественного здоровья Минздрава осуществляет санитарно-эпидемиологический обзор инфекций, которые циркулируют как вне страны, так и внутри ее. Вирус Коксаки относится к возбудителям детских интервирусных инфекций. Напомним, что ранее появилась информация о распространении вируса Коксаки среди туристов, отдыхавших в Турции. В частности, средства массовой информации сообщали о двух семьях казахстанцев, которые якобы заразились этим вирусом во время отдыха в Белеке. Вызовы скорой неотложной помощи в Казахстане разделят на четыре категории. Из них три касаются потенциальных и непосредственных угроз для жизни и здоровья, а одна – хронических больных, сообщила вице-министра здравоохранения Лязат Актаева. По ее словам, анализ показал, что когда машины скорой помощи выезжают к пациентам с хроническими заболеваниями, то могут опоздать к пациентам, у которых возникает непосредственно угроза для жизни. В связи с этим было решено под тем пациентам, которые наблюдаются у врачей, переадресовывать их вызовы в существующие при поликлиниках Центры неотложной медицинской помощи. О том, что еще интересного произошло в нашем городе сегодня, вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайтесь. В областном Акимате сегодня состояло заседание постоянной комиссии областного Маслихата. Депутаты рассмотрели вопросы бюджетного планирования региона на ближайшие два года. В областном Маслихате сегодня состоялось расширенное заседание постоянной комиссии по бюджету, экономике, промышленности и предпринимательству. В зале присутствовали члены постоянной комиссии, депутаты обл. Маслихата, руководители департаментов, управлений и представители СМИ. Главный вопрос повестки – внесение изменений и поправок в бюджет. По бюджету, экономике, промышленности и предпринимательству. Уточнение областного бюджета предлагается на сумму 1 миллиард 413 миллионов 42 тысячи тенге. Данные средства планируется перераспределить. В частности, на приобретение 105 автобусов, учебников для учащихся 1, 2, 5, 7 классов города Ак-Тубе, на реконструкцию сетей в индустриальной зоне города Ак-Тубе в связи с произошедшим паводком, а также на исполнение государственных обязательств в рамках ГЧП и социально значимые расходы. 12,5 миллионов тенге МНСРБ получили. 3 миллиона тенге аппарата Акима на проведение мероприятий в рамках Ассамблеи народа. 2,5 миллиона тенге управления предпринимательства на текущие расходы, ремонт служебного автотранспорта, приобретение принтеров, карты, шестоматировочные расходы. В ходе обсуждения депутаты задали ряд интересующих их вопросов, высказали замечания, предложения и внесли все проблемные моменты на рассмотрение очередной сессии областного маслехата. Ирина Гудц, Алексей Уразов, программа «Факт». На дорогах областного центра сегодняшнего дня появились новые автобусы. Общественным транспортом в количестве 40 штук обзавелся городской Акимат, который передал автобусы марки «Лиас» в доверительное управление товарищества с ограниченной ответственностью пассажирское автотранспортное предприятие. Автобусы с 5.30 утра следуют по нескольким городским маршрутам. В автобусном парке «Теопад» пополнение. Сегодня на линию вышли 38 новых автобусов. Машины из Нижнего Новгорода соответствуют самым современным требованиям комфорта и экологичности. Встроенная система «ГЛОНАСС» помогает контролировать дорожную ситуацию. Салон нового автобуса усовершенствован и учитывает интересы всех граждан, в том числе и людей с ограниченными возможностями. Оборудованы места для инвалидов-колясочников, предусмотрены откидные пандусы. Есть о чем рассказать и в плане безопасности. В автобусе установлена система блокировки дверей. Машина попросту не сдвинется с места, если двери открыты. Автобусы с 5.30 утра и до 11.00 вечера уже обслуживают несколько городских маршрутов. Маршрут у нас 46-й. Это БАЦС-2, парк Пушкина. 48-й маршрут – это авиагородок, жилгородок соединяет. И 8-й маршрут – аэропорт, колхозный рынок. Вот эти маршруты. И 32-й маршрут у нас – это колхозный рынок и сады. Из бюджета на обновление городского автопарка было потрачено более 1 миллиарда тенге. Машины закуплены по программе обновления пассажирского транспорта и переданы в доверительное управление ТО ПАДП. Сейчас новую технику заправляют дизельным топливом, но в планах перевести транспорт на газ. Для ЗАЦ-Акиева Сергей Калашников. Программа «Факт». Отделение травматологии областной детской больницы практически переполнено. Ежедневно за помощью с переломами обращаются 10-15 маленьких пациентов. Причину врачи видят в отсутствии внимания со стороны взрослых. Репортаж Ля ЗАЦ-Акиевой. Самые разные виды переломов и большинство из них – последствия активного отдыха во время летних каникул. У 10-летнего Рауана Кунтуганова перелом руки. Мальчик находится в больнице уже больше недели. Рассказывает, что во время игры упал с крыши. Мы играли в догонялки, потом я хотел, чтобы меня не споймали и залез на крышу. Потом у меня еще растяжение было, я мог поспрыгнуть, а я слез через забор. Из забора начал шататься, я упал, куркнулся и рука на левую сторону сгнулась и все. Еще кость вышла. У многих его друзей по палате и несчастью травмы еще более серьезные. Врачи взывают к родителям – не оставляйте без присмотра своих детей. Переломами может обернуться любая игра – катание на качелях, лазание по турникам. Дети не осознают опасности своих шалостей, в то время как мамы и папы дают им полную свободу, говорят медики. Итак, черепно-мозговые травмы, различные переломы, иногда и несовместимые с жизнью. К примеру, этим летом в отделении травматологии областной детской больницы погиб пятилетний ребенок, выпавший с пятого этажа жилого дома. Несчастный случай произошел в Кандагаше, малыш надавил на москитную сетку, в результате полетел вниз. Медики хоть и приложили все усилия, чтобы спасти малыша, но, увы, травмы оказались слишком серьезные. Ежегодно у нас поступают дети, которые выпадают с этажных домов из-за этих москитных сеток. И с каждым годом число особо не меняется. Ну, плюс-минус один ребенок. Был даже один летальный исход падения с пятого этажа. Есть среди пациентов и те, кто пострадал в результате ДТП. За последние полгода на больничной койке побывало более 130 детей, получивших травмы в результате аварий на дорогах. Вся семья Назлы-Журткановой после ДТП на трассе Актубе-Храмтау находится в больнице. В том числе и сама юная пациентка. Мы возвращались с этой, с Храмтау. Когда хотели домой идти, пьяные люди урезались в нашу машину сзади. Мама, папа в больнице, дядя тоже в больнице. У папы рука сломалась, ну, порезалась, да, сломалась. Операцию делали, у мамы нога сломалась, у моего дяди рука вот здесь вот сломалась. У моей братишки почка что-то случилась. А что с тобой, как ты себя чувствуешь? Я хорошо сама. У меня вот здесь вот немножко порезалось, вот здесь. Я хорошо сама. Большинство врачей детской областной клинической больницы являются главными областными специалистами. В этом году медучреждение вошло в кластер и сейчас на территории больницы на 600 квадратных метрах строится симуляционный центр. Это значит, что будущие врачи смогут в максимально приближенных к реальным условиях отработать свои навыки. К тому же сейчас несколько местных врачей проходят обучение в Южной Корее. Ожидается, что после такой подготовки персонала в областной детской больнице начнут проводить даже операции по пересадке почек и печени детям. Для Зацекива Сергей Калашников. Программа «Факт». В Тургеневских дворах назревает очередной скандал. Жители нескольких пятиэтажек возмущены отсутствием должной реакции властей сразу по нескольким непонятным для них вопросам. Встретиться с журналистами решили квартиросъемщики, проживающие по адресу Тургенева, 80. Подробности у Ирины Гудь. Еще вчера эти мусорные контейнеры располагались на привычном для жильцов месте между домами 80 и 78А. Уже сегодня их готовы перенести к центру решением специальной комиссии. Прямо под окна большинства квартир. Наш народ возмущен из-за того, что контейнер-площадки ближе ставят к домам. Двухкомнатные квартиры, сквозных комнат нету. И поэтому получается прямо все три окна на контейнер-площадке. Постоянное скопление мусора. Тут семь домов обслуживается. Семь домов обслуживается. Люди апеллируют к санитарным правилам и нормам благоустройства территории жилых домов. Мало того, что больным вопросом остается отсутствие зелени, детских и спортивных площадок, так еще картину и вовсе подпортит вид и запах мусорных баков. Расположение этой, так сказать, контейнерной площадки не соответствует санитарным нормам. Между нашими домами 50 метров. Под землей коммуникации. Ведь недаром в советское время заложено было такое расстояние между домами. Контейнерная площадка находится по нормам от 50 метров, от 25 метров. А нам хотят под окна ее поставить. Где раньше была контейнерная площадка? Вот, с торца дома и вообще вот между домов контейнерной площадки никогда не было. Когда мы заселялись и мы плотим 50 лет, то этих всяких не было помоек и побочных строительств. Мы хотим жить в тех условиях, в которых мы поселялись сюда. В СНИПе прописано четко, мусорные площадки должны быть на расстоянии не меньше 25 метров от дома, но... Вот видите, сноска дается, что 15 метров допустим. Уют, комфорт и чистый воздух, конечно, желательные. Однако, куда более важна безопасность. А вот как раз ее в скором времени может не стать, считают жители. Спать спокойно и отпускать детей во двор погулять не позволит строительство центра для реабилитации наркозависимых. Именно так назвал будущий объект, появившийся на днях подрядчик. Как оказалось, земельный участок на прилегающей территории уже несколько лет находится в частной собственности. Почему столько времени их земля существовала, почему они не построили? А сейчас они решили трехэтажные здания сквозных, это какого-то отдушного здесь нету. Для людей этих домов лучше бы здесь посадили бы озеленение. На контакт они не идут? На контакт не идут. Здесь же, завидев настоящий сход жителей и журналистов, неожиданно появился человек с папкой, но пожелал остаться за кадром, ничего не объясняя. Назовите меня, я вам подсчитаю. А вы подрядчик? Да, я подрядчик. Но так или иначе, колышки под будущий объект уже забиты. Строительство грозит начаться со дня на день со всеми вытекающими отсутствием проезда, вырубленными деревьями, подозрительными пациентами и прочей атрибутикой, как считают жители. Хотя на их обращение в Горакимат пришел более-менее утешительный письменный ответ за подписью заместителя градоначальника Жан-Доса Байрханова. Они написали, что разрешение на начало строительства здоровительного центра еще не выдавалось. Но я звонила в отдел архитектуры, там сказали, что мы дали разрешение на строительство здоровительного центра. Для чего? Скажите, пожалуйста. У нас тут дышать нечем. Вот здесь у нас за дом, вот, шестиэтажку построили, там была детская площадка, тоже без решения жильцов. Говорят, жильцы – это никто. Нас вообще никогда не спрашивают. Мы никто. Какой может быть здесь центр наркологический или какой, для наркоманов? Вокруг, вы знаете, расположение. Находится педучилище, 25-я школа, 30-я школа, юридический. Это что будет? Реабилитационный центр или рассадник? Это будет рассадник наиболее вероятный. Я живу вот в этом доме в следующем 50 лет. У нас улица Тургенева была, это, как вам сказать, это кусок наркомана. Мы в 70-е годы, в 80-е, 90-е годы боролись со своим. Участкового никогда не дозовешься. Идешь, идешь, шприцы под балконами, шприцы в подъезде, шприцы в этом самом подвале, куда не сунешься. Но сейчас, может быть, порядка больше будет со строительством центра? Не надо, не надо. Значит, наркоманов надо лечить, наркоманов надо деньги переводить, а для деток ничего не делается. В нашем подъезде за один вечер четверо почернели, кололися, даже втыкали иголки. Для чего? Спускаемся по лестничной площадке, все руки резали. Нарочно нас хотели этим заразить? Житья нет. Мы переживаем за детей. Мы-то уже отжили. В тех же санитарных нормах, которых должны придерживаться абсолютно все, вне зависимости от связей, должностей и рангов, строительство медицинских учреждений для психоневрологических, туберкулезных и наркозависимых больных, допускается только в пригородной зоне, если число пациентов составит тысячу человек и выше. Похоже, что лазейка для нарушений все же нашлась, если владелец участка уверенно приступает к реализации задуманного. Для выяснения обстоятельств дела властям пришлось вновь перепроверить все разрешительные документы. И вот что выяснилось. Там предусмотрено двухэтажное здание оздоровительного центра. На первом этаже предусмотрены кабинеты косметологии по проекту. И водные процедуры, и процедуры лечения для женщин и детей. На втором этаже по проекту рассмотрено зал, фитнес-зал, или, как можно сказать, зал аэробики, и плюс здоровое питание. В настоящее время владелец уже оформил архитектурно-проектировочное задание. Разрешение на начало строительства городеалом архитектуры ему пока не выдано. В случае же, если статус строения не будет соответствовать заявленному, власти рекомендуют жителям вновь обратиться с жалобой в Акимат. По поводу того, что там будут лечиться наркотически зависимые люди, конечно, это чуть-чуть не соответствует тому, что люди говорят. Так как всем известно, что для наркоманов и психических расстроенных людей имеются диспансеры в загородной зоне. Ирина Гути, Сергей Калашников, программа «Факт». Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Будьте в курсе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова